Здравствуйте, в эфире КФУ Лайф. Мы продолжаем прямые эфиры, посвященные приемной кампании в Казанский Федеральный Университет 2023 года. Меня зовут Роман Пленсков и сегодня у нас в гостях представители Института психологии и образования. Долго время не тянем и представляем гостей, которые сегодня ответят на ваши вопросы в прямом эфире. Ответственная за прием Института психологии и образования Нарина Сережина Путулян. Нарина Сережина, вам добрый день. Здравствуйте. Заведующий кафедрой общей психологии Павел Николаевич Устин. Павел Николаевич, доброго дня. А также заведующий кафедрой дошкольного образования Алла Александровна Твардовская. Твардовская. Добрый день. Александр, вам тоже добрый день. Уважаемые абитуриенты, напоминаем, все по классике. По ходу нашего эфира можете писать свои вопросы в нашу трансляцию. Самые интересные из них мы озвучим. Для вас, наши дорогие гости, правила нашей программы не изменились. Все так же есть заготовленные вопросы, есть абитуриенты по ту сторону экрана. Ждем от них интереснейших вопросов. Ну а пока давайте вводное слово, так сказать, связочки разогреем и поедем отвечать на них. Пожалуйста, кто начнет? Ну, наверное, по традиции начну я, поскольку являюсь соответствием за приемную компанию Института психологии и образования. Что бы я хотела сказать нашим уважаемым абитуриентам, их родителям? В нашем институте представлено пять направлений программы бакалавриата. Одно направление подготовки специалитета. Девятнадцать программ подготовки магистратуры. По четырем направлениям подготовки магистратуры. Я могу более детально озвучить все программы подготовки, направления подготовки. Это педагогическое образование, это дошкольное образование, начальное образование, начальное образование плюс английский язык, дополнительное образование плюс английский язык, специально-дефектологическое образование – это логопедия, это специальная психология, Психолого-педагогическое образование – это подготовка педагогов и психологов по молодежке, по организации работы с молодежью, психология и педагогика дошкольного образования, детская практическая психология. Данные направления подготовки имеют форму обучения как очную, так и заочную. Более подробно, если будут вопросы, я могу обо всем этом рассказать. А также направление подготовки специалитета – это клиническая психология. Что касается направления подготовки магистратуры, это у нас четыре направления – это психология, там у нас четыре программы магистрские – это психология состояния человека, психология личности и психокоррекция, психология семьи и семейное консультирование, консультативная психология. Педагогическое образование у нас также есть магистрские программы – это педагогика и психология высшей школы, управление воспитательными системами, педагогика-психология начального образования, педагогика-психология дошкольного образования, профилактика и коррекция социальных отклонений при рентологии, управление начальным образованием, управление дошкольным образованием, дополнительное образование и предпринимательство, доказательное управление образованием и лидерство. Психолого-педагогическое образование также имеет магистрские программы. Это психология инновационного образования и развитие детской одаренности, психологическая безопасность в образовании, практическая психология в образовании, психология и социальная педагогика. А также специально-дефектологическое образование – это нейропсихологическое сопровождение в образовании и адаптивное управление коррекционным процессом в образовании. Вот, в принципе, все направления подготовки, которыми занимается Институт психологии и образования. Хорошо. Павел Николаевич, Алла Александровна, есть что добавить к водному слову? Ну, я могу сказать, как представитель кафедры педагогической подготовки, что независимо от того, какие возрастные группы вас интересуют, дошкольники или начальное образование, или вы работать хотите в условиях дополнительного образования, я думаю, что Институт психологии и образования – это тот институт, в котором вы найдете себя и реализуете. Поэтому сначала вам надо определиться с возрастом, с профилем подготовки, и только после этого посмотреть, какие основные экзамены, какие основные баллы по каждому профилю. Ну и, естественно, что приходите на дни открытых дверей, которые тоже будут проводиться в Институте. Нарина Сережина будет, наверное, отдельно говорить. Да, хотела об этом сказать, ну, к завершению нашего эфира, но поскольку Алла Александровна уже сейчас об этом заговорила, я приглашаю всех абитуриентов, родителей, желающих послушать. День открытых дверей у нас будет 12 февраля в 10 часов по адресу Мартына Межлаука, дом 1, Институт психологии и образования. Ждем всех, милости просим. Павел Николаевич? Да, тоже. Как заведующий кафедры, который ответственен за психологическое образование, хочу сказать, что приходите в наш институт, если какие-то будут возникать вопросы, которые возникнут потом, после эфира, вы всегда можете прийти в институт, зайти на кафедру и на все с удовольствием ответим. Хорошо. Я посмотрел сейчас список наших вопросов, которые до эфира нам уже составили. У нас в основном идет все-таки вектор диалога по профессии психолога, но предлагаю сейчас немножко перейти вот как раз-таки к поле деятельности кафедры дошкольного образования. А, Александр, это больше к вам. Вопрос такой, как человек вообще понимает, что ему нужно именно этим заниматься? Понятно, делает такой абстрактный максимальный вопрос, но вот как, например, отбираются те ребята, которые идут учиться на воспитателей, на педагогов? Что должно в них быть, например, какие качества? Вопрос действительно очень актуальный, но я начну, наверное, с школьной подготовки. И сегодня мы все знаем, что активно развиваются направления, связанные с педагогическими классами. Это вот такие профильные педагогические классы, которые у нас в Республике Татарстан очень активно появляются, и Институт психологии образования курирует во многих образовательных организациях эти классы. Вот в этих профильных классах каждый будущий абитуриент нашего института развивает в себе те качества, которые необходимы будущему педагогу. Это и ответственность, это и открытость, и устремленность, ну и другие педагогические характеристики. Но как определить, кто ты будущий педагог, работающий с дошкольниками, или ты будущий педагог, учитель начальных классов, или ты дефектолог? Вот здесь вот эта достаточно узкая специализация, она позволяет уже в профессиональном погружении, будучи студентом первого-второго курса, понять. Но некоторые абитуриенты уже четко приходят, и они точно знают, что вот мои компетенции и будущие интересы лежат только в области детей раннего возраста, или только в области детей, допустим, с какими-то, ну, особыми образовательными потребностями, или его интересует как династийная эта работа как учителя начальных классов. Поэтому разные маршруты попадания в педклассы, разные маршруты попадания в наш институт, но у каждого, я так думаю, абитуриента есть четкое понимание, это призвание к педагогической профессии. А есть ли такие абитуриенты, точнее, не абитуриенты, а уже студенты, которые, может быть, пришли к вам на кафедру и говорят, что я пошел учиться на педагога, учиться на воспитателя, потому что я не хочу быть таким, точнее, я не хочу, чтобы такие воспитатели, которые были у меня, воспитывали дальнейшее поколение. Мол, как-то исправить эту ситуацию. Потому что мы все прекрасно знаем, что в каждой профессии есть как ультрапрофессионалы, так и те, которые, ну, просто от них одно слово, педагог, и все. Ну, я бы не сказала, что абитуриенты и будущие наши студенты, да, которые, с кем, и будущие педагоги дошкольного образования в этом, ну, в таких комментариях бы мне встречались, нет. Но, скорее всего, первый и второй курс – это те студенты, которые, наверное, в общем выбрали общество, да, общество знания, когда сдают, и возможности выбора будущего пути они связали или с дошкольным, или с начальным образованием, или с теми другими профилями, где есть вступительные испытания по обществу знаниям. И вот здесь у них может быть такой выбор. Я педагог, связанный с детьми в дошкольном возрасте, или все же педагог с начальным образованием. Вот в этом может быть, а так, чтобы кого-то поменять или стать лучше, нет. Скорее всего, в каждом периоде, в каждой эпохе есть свои педагоги со своим набором качеств. Поэтому, ну, вот я бы сказала, что мы не встречали таких комментариев, чтобы поменять кого-то, сделать лучше. Каждый развивается в своем направлении. Поэтому мы предоставляем как институт вот эту площадку для саморазвития и самосовершенствования. Хорошо. Ну, о возможностях института мы еще дальше поговорим. Сейчас давайте перейдем на тему психологии. Павел Николаевич, здесь уже с вами поговорим. Вопрос у нас есть такой. Насколько сейчас востребована профессия психолога? Я хочу добить этот вопрос, потому что у меня лично в кругу знакомых есть ребята. Это, в основном, это представительницы прекрасного пола, которые трехмесячный курс вебинарный какой-то отслушали. И вот я теперь вот такой вот психолог, обращайся ко мне, я тебе любую проблему помогу решить. Вот первое, вернемся к этому вопросу, насколько востребована профессия психолога и как ее все-таки лучше получить? Ну, смотрите, да. Психология, безусловно, очень востребована. Недаром говоришь, что психология – это наука 21 века. И куда мы ни глянем, везде психология требуется. То есть любая сфера, по сути дела, требует психологов к себе. Другое дело, что, вот как вы сказали, прошел вебинар три месяца, и ты себя чувствуешь психологом. Ну, понятно, что никаким психологом тебя чувствуешь не будешь. То есть, может быть, наберешься каких-то методик, даже не понимает, как и для чего используешь, и что ты будешь делать. При этом результат, может быть, сами понимаете, какой. Более того… Вы рефлексировали достаточно, да? Да, 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 да. Другое дело, что, смотрите, получая именно в институте психологии образования классическое психологическое образование, фундаментальное психологическое образование, человек уже начинает понимать, что, чего и как, куда ему расти дальше, что ему надо, и как работать. Более того, сейчас же принимается закон о психологическом образовании, обсуждение, и когда этот закон будет принят, то есть, вот эти вебинары и прочие, они уже выйдут никуда. То есть, этот закон у нас, получается, работает как раз-таки на классическое образование, чтобы убрать вот эти темные истории с инфо-цыганами и прочим. Конечно, безусловно. Безусловно, безусловно. Классическое фундаментальное образование, которое свои истоки берет еще от Бехтерева, начиная с психологической лабораторики, которая была открыта второй в мире. Хорошо. Перейдем к тем вопросам, которые у нас заготовлены. Пойдем по порядку. Какие экзамены, единого госэкзамена нужно сдавать для поступления в ваш институт? На этот вопрос, позвольте ответить мне. Наш институт для того, чтобы поступить на направление подготовки психология, психолого-педагогическое направление и клиническое психология, в первую очередь надо сдавать биологию. То есть профилирующим является биология. Далее русский язык и три предмета по выбору. То есть третий экзамен выборный. Либо математика профильная, либо общество знания, либо иностранный язык. Что касается педагогического блока, здесь у нас идет наоборот. Общество знаний является профилирующим предметом. Также второй предмет это русский язык. И три предмета по выбору это также математика профильная, иностранный язык и уже биология для педблока. Относительно математики, вот из эфира в эфир, нужно все-таки пояснять, базовая математика, профильная математика. Когда у нас были коллеги из института геологии и нефтегазовых технологий, говорили, если она стоит обязательным, то это только профильная. Но у вас, получается, математика идет на выбор, так что, если что, бетуринг можно сдавать просто базу. Нет. Не на выбор идет? Не на выбор идет. У нас тоже, она на выбор третьим предметом идет, но обязательно должна быть профилирующая математика. Ну, имеется в виду... Потому что она у нас стоит выборная, да. Но выбор из нескольких. Из нескольких. То есть я, например, могу вот этот предмет просто не учитывать. Да, вы можете сдать математику базовую, но при этом при поступлении к нам в институт мы ее не будем учитывать. Потому что элементарно система будет вас не допускать к подаче документов в дальнейшем. Да, вот это как раз-таки надо было проговорить. Большое спасибо. Следующий вопрос. Нужно ли сдавать вступительные экзамены? Вступительные? Для абитуриентов, те, кто... Сейчас объясню, только не знают. Есть направление, где нужно сдавать только экзамены, единого госэкзамена, а есть еще и внутренние испытания. Вот здесь речь как раз-таки идет про них. О внутренних испытаниях я могу сказать, что к нам в институт поступающие с СПО имеют право сдавать внутренние испытания. Вот. Это те абитуриенты, которые имеют право после СПО сдавать внутренние испытания, они также могут сдавать и ЕГЭ, то есть и баллы ЕГЭ будем учитывать. И, соответственно, они могут какой-то предмет пересдать. Допустим, они балл ЕГЭ получили пороговые, наименьшее, но он хочет пересдать, попробовать свои силы. У нас в университете ему дается это право, сдача внутреннего испытания на базе Казанского федерального университета. Но это идет только для СПО. Это только наш институт, только для СПО. Хорошо. Следующий блок вопросов у нас относительно стоимости обучения. Есть вопрос по повышению стоимости, но об этом стоит говорить, наверное, в мае, когда мы все наконец-таки узнаем. Да. В предыдущие годы сколько стоило обучение на психологии и вообще в целом институт психологии образования? Ну, в целом, естественно, наше образование, оно же, стоимость его всегда повышается. Это обычно бывает от 3 до 7% повышением ежегодно стоимость образования. Что касается наших направлений, то я примерную цифру буду называть, чтобы не вводить абитуриентов в заблуждение, поскольку, как вы уже заметили, в мае у нас будет новый приказ с новыми тарифами. Соответственно, на психологическое направление это у нас порядка 165-170 тысяч дневная форма обучения. Что касается очно-заочной формы обучения, это вечерняя так называемая форма обучения, порядка 72-75 тысяч. Заочная форма обучения это педагогическое направление порядка 68-70 тысяч. Очная форма обучения порядка 152-160 тысяч, это очная форма обучения, педагогическое направление. Хорошо, про контракт поговорили, давайте теперь по бюджетам. Сколько в этом году бюджетных мест планируется в институте психологии образования? Ну, к сожалению, в этом году бюджетные места сокращены в институте психологии образования. Сразу хочу дать пояснение относительно направления психологии. В этом году у нас, к сожалению, бюджетных мест не предвидится. Будет только контрактный прием и на очную форму обучения, и на очно-заочную форму обучения. А остальные все могу озвучить цифры по бюджетным местам, конкретно по направлениям подготовки. Да, пожалуйста. Тогда начинаем с направления подготовки педагогическое образование. Это дошкольное образование 23 бюджетных места, начальное образование, заочная форма обучения 40 бюджетных мест, детская практическая психология 23 бюджетных места, детская практическая очная форма обучения, детская практическая форма заочная форма обучения 25 бюджетных мест, Психология педагогика дошкольного образования заочная форма обучения 25 бюджетных мест. Психология педагогика организации работы с молодежью заочная форма обучения 25 бюджетных мест. Логопедия очная форма обучения 23 бюджетных места. Логопедия заочная форма обучения 25 бюджетных мест. Специальная психология заочная форма обучения 25 бюджетных мест. Дополнительное образование иностранный язык 23 бюджетных места. Начальное образование иностранный язык – 23 бюджетных места. Психология, как я сказала, уже бюджет не предусматривает. И клиническая психология – это у нас 25 бюджетных мест. Это все, что касается бакалавриата и специалитета. Хорошо, по магистратуре мы позже будем говорить, в следующих наших эфирах. Продолжим про бюджет бакалавр. Большой ли конкурс на бюджет бывает в вашем институте? Да, в принципе, у нас достаточно востребованные направления, и бюджетные места, конкурс на них бывает достаточно большой. В прошлом году, как мне моя коллега до меня, которая занималась в приемной кампании, сказала, от 7 до 10 был конкурс, то есть одного человека, 10 человек на одно бюджетное место у нас, да. Да. Ну, вот это в основном такие профили подготовки, как психология, поскольку бюджет был, клиническая психология, 5-7 человек на место – это специально-тефикологическое образование, и такое же количество обычно у нас на педагогические профили. Хорошо. Следующий вопрос. Если уже есть высшее образование, можно поступить на психолога по переподготовке, не сдавая ЕГЭ? Если есть высшее образование, то мы обычно такой категории абитуриентов рекомендуем поступать в магистратуру, потому что обычно люди, у которых есть высшее образование, они хотят обучаться сокращенно. Мы сейчас на бакалавриате и специалитете не имеем такой возможности обучать людей по сокращенным программам, потому что, сами понимаете, да, программа ежегодно меняется, обновляется, и нельзя пересмотреть те предметы, которые они уже сдавали, и засчитать им за то, что они уже прошли, и не проходить. Соответственно, такой категории мы предлагаем поступать в магистратуру. В магистратуру у нас прием идет по собеседованию, на все программы направления наши магистрские по собеседованию. Поэтому программа расписана, на сайте есть. Мы рекомендуем ознакомиться с программой, выбрать для себя наиболее интересующую их программу, подготовиться и поступать. Хорошо. Следующий вопрос. Есть ли у вас программы повышения квалификации для педагогов? Да, конечно, есть. У нас на базе нашего института непосредственно есть центр повышения квалификации, и туда приходят, и там по всем направлениям педагогики можно пройти повышение квалификации. Хорошо. Основные вопросы у нас уже подошли к концу, вот так вот быстро мы с вами пробежались по ним, но я предлагаю поглубже поговорить о кафедре дошкольного образования, кафедре общей психологии. Павел Николаевич, Алла Александровна, с вами. То есть внутреннюю кухню. Расскажите, пожалуйста, чем живут ваши кафедры? Направления все-таки разные, и подходы к обучению тоже разные, и ребят, естественно, разные. Что у вас внутри ваших кафедр происходит? Как там жизнь идет? Вот есть у нас ребята, которые еще не определились, вот сейчас ваши слова могут стать ключевыми для них. Дорогие абитуриенты, я расскажу о тех направлениях, которые наша кафедра реализует. Во-первых, как мы уже говорили, ключевое на очном обучении – это дошкольное образование. На заочной форме обучения мы реализуем набор по такому направлению, как психология и педагогика дошкольного образования. По этому профилю мы будем в этом году первый набор осуществлять, хотя мы раньше уже выпускали, но вернулись к этому более активному направлению, профилю подготовки. И две магистерские программы, которые тоже могут заинтересовать вот тех абитуриентов, которые хотели бы получить педагогическое образование и продолжить работу в детском саду, они имеют высшее образование и не хотели бы еще учиться 5-6 лет на заочной форме обучения, но в плане магистратуры при высшем образовании они могут получить педагогика и психология дошкольного образования за 2 года и получить необходимые компетенции в этой работе. Ну и, конечно, еще одна магистерская программа, которую реализует кафедра, она очень популярна среди педагогов, которые уже работают в образовательных организациях – это управление образованием, управление дошкольным образованием. И на нашей кафедре построена так работа, что мы приглашаем работодателей, не только собственно штат кафедры работает, но и приглашаем тех ключевых педагогов, которые имеют первую, высшую квалификационную категорию. Базы практики у нас самые, ну так называемые, топовые, которые имеют возможность поделиться самыми инновационными разработками в области работы с детьми раннего возраста, детьми дошкольного возраста. Ну и то, что сейчас мы развиваем, это очень тесное сотрудничество с ключевыми вузами России. Это Московский государственный университет и Российский государственный педагогический университет. Это те ключевые два вуза, которые в области проблем дошкольного образования, проблем детства проводят интересные исследования. И мы студентов уже со второго, третьего курса активно привлекаем к их научно-исследовательской работе. Ну и это может в дальнейшем сопровождаться в качественную публикацию, выступлениях на конференциях, сбор такого интересного для себя портфолио. Ну и дальше может быть и научная карьера в том числе. Ну это такой, как бы один вектор. Ну и чтобы не занимать время у еще коллег, хотела бы обратить внимание, что с первого курса студенты уже погружаются в педагогическую практику. То есть если, ну бывает, да, вот не туда, вот не мое, я не знаю, как работать, то есть всегда можно определиться и переориентироваться. Но это только после первого курса. Но это и дает возможность увидеть себя в педагогической деятельности. То есть учебная практика с первого курса вам сразу же подскажет, все же я действительно свои педагогические таланты раскрою, или все же я должен перейти на какую-то другую специальность. Ну внутри института может быть, вот внутренний, да, такой маршрут. Поэтому, уважаемые абитуриенты, ждем, приглашаем, приходите. День открытых дверей еще раз говорю, более детально все подробно расскажем. Спасибо. Хорошо, Павел Николаевич, ваша кафедра чем ждет? Да, кафедра психологии, как вы сказали, как у нас идет жизнь, жизнь идет бурно, да. Кафедра психологии достаточно большая кафедра, но, к слову сказать, 4 доктора наук, профессора, это более 10 доцентов. И что касается программ подготовки, у нас их 4, получается 2 по бакалавриату, 2 по магистратуре. По бакалавриату это психология очной формы обучения, психология очнозаочной формы обучения. Что касается магистратуры, это психология состояния человека и психология семьи и семейного консультирования. В психологии состояния человека руководителем является заслуженный психолог России Прохоров Александр Семенович. И хочу сказать, что как раз именно на кафедре уже сформирована школа целая научная по состояниям, которую знают как в России, так и во всем мире. Ну и ребят, которые приходят именно в магистратуру состояний, они имеют уникальную возможность, с одной стороны, стать хорошими практиками в области состояния, в области регуляции, саморегуляции, в области управления эмоцией, а с другой стороны, хорошими исследователями. Что касается психологии семьи и семейного консультирования, здесь у нас руководителем является Фахрудина Лилия Раифовна, тоже очень известный специалист в области семьи, в области психологии переживаний. И, по сути дела, все, кто к ней, когда приходят, все остаются тоже очень довольными, тоже получают очень хорошие навыки, знания в области семьи и семейных отношений. У нас затронули тему практики, вот мне она тоже очень интересна, потому что сам у себя на кафедре веду данную дисциплину, сравниваю со своей. У нас на выхлопе студенты должны сделать, ну, первый курс, две творческие работы телевизионного формата. Практика на ваших кафедрах, что подразумевает себя, вот чем занимаются студенты, отправляясь на практику? Кто начнет? Давайте, Павел Николаевич, вам все слово. Ну, давайте, да. Что касается практики, да, то есть мы стараемся постоянно расширять область практики, стараемся постоянно расширять область работодателей, и студенты, на самом деле, предлагаются на выбор. Они могут идти, проходить практику в школы, в различные специалистические центры, могут заниматься тренингами, тренироваться, учиться уже именно в этом, консультирование. И чары, да, отдел персонала. То есть, по сути дела, с каждым годом мы стараемся все больше и больше расширять нашу базу практик и давать как можно больше возможностей ребятам увидеть различные стороны, вот именно применения психических знаний. Ну, если говорить по практике, относительно вот по профилям дошкольного образования, то, конечно, с первого курса студенты уже выходят на базы практик. То есть, определены те практики, те садики, да, для дневного отделения вся практика проходит в Казани, для заочного отделения, если студенты работают, и они могут проходить практику в той же самой образовательной организации, где они и трудоустроены. Вот, если говорить о студентах, которые проходят практику первый, второй курс, то, конечно, только ко второму курсу они готовят один из проектов. Это в рамках практики технологическая, проектно-технологическая практика. Ну, этот проект связан непосредственно с их будущей профессиональной деятельностью и завязан с первой такой научной небольшой работой, как курсовая работа по дисциплине дошкольная педагогика. То есть, вот тоже в этом интерес. А уже третий, четвертый курсы практика, она связана с погружением в профессию, выходом на несколько месяцев, особенно педагогическая практика. И там уже два месяца студенты непосредственно на четвертом и третьем курсах выполняют функции под руководством лучших наставников в своих образовательных организациях. Функции воспитателя, функции стажера-воспитателя. Тем самым они уже, в принципе, после третьего курса, если есть такая необходимость, студенты по личному заявлению могут трудоустроиться в те образовательные организации, где их ждут. Хотя мы знаем, что сегодня огромная потребность в воспитателях, в учителях начального образования. Поэтому мы этому не препятствуем. Мы выстраиваем таким образом работу в дальнейшем, что если после педагогической практики на третьем курсе и студент завершил, на четвертом курсе он может совмещать работу с своей учебной деятельностью. Хорошо, давайте поговорим немножко о географии, не включая иностранцев. С каких регионов ребята приезжают к вам в Институт психологии и образования? Какие регионы превалируют? Ну, не включая Татарстан, понятное дело. Именно о приезжих. Есть какая-нибудь информация по этому поводу? Ну, вот я могу сказать, что практически со всех регионов Российской Федерации к нам приезжают абитуренты. И с Ахай-Якутия у нас обучается, и с Калининграда у нас обучаются, и с Северный Кавказ к нам приезжает, и Екатеринбург. Несмотря на то, что есть в Екатеринбурге свой федеральный вуз, тоже есть такие у нас сейчас уже студенты. География очень обширная, поэтому если брать, вот даже, по-моему, буквально недавно делали статистику по регионам, и даже Чукча у нас учится. То есть оттуда, да, с Чукотского этого, нет, просто по национальным этим было разграничение, и действительно национальность Чукча. То есть был опрос у студента, да, поэтому география очень обширная. А относительно иностранцев? Иностранцев у нас тоже очень много. Примерно. Ну, Средняя Азия у нас, потом Китай у нас, магистранты есть, потом из Турции у нас есть, с арабских стран, да, у нас есть магистранты, студенты. Ну, тоже большая такая обширная география. Хорошо, еще парочку вопросов, и будем закругляться в нашем эфире. Давайте поговорим о студенческом быте. Учеба учебы, но чем студент может еще заняться, числясь в Институте психологии и образования? И в Казанском федеральном университете, соответственно. Ну, студенческая жизнь в Казанском федеральном университете вообще очень интересная, да, и, наверное, можно сегодня в эфире даже, не побоюсь этого слова, похвастаться, что наша группа танцоров Юл Дэнса стала призером фестиваля «Щелкунчик» в Москве, и вот девочки буквально вчера ночью прилетели. Я считаю, что это большая работа, которая проделана нашим институтом, воспитательным отделом под руководством замдиректора Лисы Анатольевны Рыбаковой, и девочки, которые у нас там, Анастасия Краснова, является руководителем данного коллектива. И работа вот культурно-массовая очень хорошо у нас поставлена, и в то же время спортивная жизнь у нас тоже очень активная, у нас в спортивной жизни со студентами наравне, и сотрудники института принимают активное участие во всех этих мероприятиях, и, в принципе, научные кружки у нас есть тоже студенческие. Также можно похвастаться своим театром, студенческий театр «Триумф» у нас есть, который тоже, можно сказать, как определенная база практик для студентов, для того, чтобы потом себя реализовать в качестве режиссеров и актеров для нашего детского театра «Радуга», которая тоже у нас ведется под руководством нашего доцента кафедры начального образования Леры Ахтямовны. В принципе, очень интересная и очень такая многообразная студенческая жизнь в нашем институте. Замечательно. И последний, точнее, заключительный вопрос. Обо всем проговорили относительно приема, но на что ориентироваться не сказали. Проходной балл. Какой в институте психологии и образования? На что ориентироваться будущим студентам, когда пойдут сдавать ЕГЭ? Вы знаете, в принципе, наверное, всем будущим студентам, абитуриентам, надо ориентироваться на пороговый балл прежде всего. Да, главное, чтобы пороговый балл был пройден, потому что зачастую бывает очень обидно, если буквально одного балла не хватает для того, чтобы пройти порог, и в соответствии с этим ты не имеешь права подавать документы в высшее учебное заведение. Поэтому ориентироваться надо на пороговые баллы, но баллы, хочу сказать, ежегодно, они меняются. Нет определенного конкретного порогового бала для того, чтобы каждый год, из года в год, абитуриенту говорить, вот у тебя вот такой пороговый балл, и именно его ты должен пройти. Это все будет зависеть непосредственно от сдачи ЕГЭ самих абитуриентов. Ну, примерно пороговый балл у нас на психологию был в прошлом году 162 балла, то есть это порог для бюджета, 162 балла был, а для педагогов это был 158 баллов. То есть это самые низкие такие баллы, это вот на заочную форму обучения, вот мы именно с такими баллами брали. А так, в принципе, достаточно высокие пороговые баллы. Хорошо, ну что ж, вопросы у нас прошли к концу. Заключительное слово, есть что добавить к тому, что уже сказано, какие-то пожелания абитуриентам, ибо, если я не ошибаюсь, до февраля они обязаны определиться уже с экзаменами, да? Да, выбор ЕГЭ, да, уже в феврале у них будет конкретное решение уже принято должно быть, заявления должны быть написаны, потому что в декабре они подавали примерный, значит, перечень тех предметов, которые они хотели бы сдавать ЕГЭ для поступления в высшую учебное заведение, проходили примерные тоже экзамены в формате ЕГЭ, а в феврале уже должны определиться, и уже к этому времени должны быть написаны все заявления, зафиксированы в школах, и уже, по-моему, потом они не могут менять свой выбор предмета. Это хорошо, так как до февраля у нас осталось полмесяца, даже уже меньше, предлагаю сейчас вот эти лучи мотивации отправить нашим абитуриентам и сказать пару приятных слов для мотивации. Пожалуйста, кто начнет? Ну давайте, я лишь два слова скажу, что когда вы будете подавать заявление в Казанский федеральный университет, не забывайте, что приоритет нужно поставить для Института психологии и образования. Павел Николаевич? Да, приходите и поступайте в лицо психологии и образования, и получайте те знания и навыки, которые вам помогут узнать лучше себя, узнавать лучше других и быть конкурентоспособными в этом мире. Далина Сережина? А я просто приглашаю всех абитуриентов в Институт психологии и образования. Это самый лучший институт в Казанском федеральном университете. 12 февраля? 12 февраля, на день открытых дверей, да. Ставим себе галочку на 12 февраля и также на 20 июня. Именно этот день считается стартом приемной кампании во все вузы Российской Федерации. Ну а мы вас приглашаем каждый раз к нашим эфирам. Это был КФУ Лайф для Института психологии и образования. Счастливо, еще увидимся. До скорого. КФУ Лайф для Института